ну ладно давайте походили мы с вами по авито походили по ревербу подавито один из самых не один а самый повторяющийся комментарий был давай на excel или lx как я только что понял что называется потому что пытался найти у excel но нашел у lx я так понимаю она это она есть так тут типа присоединяйся к миллионам к миллионам тех людей которые продают друг другу каждый день в локальных сообществах ну то есть местных сообществах вокруг по всему миру здесь бразилия болгария польша португалия ромыния босния герцоговина казахстан украина и узбекистан еще в казахстан кстати можем залезть на мы залезем сейчас в украину потому что попросили у меня в комментариях разделы разделы и сервисы на ул x ну мы понятно идем на гитары на авито мы так поняли что ну нету нам для дитара отдельного кстати крэкзлист это то откуда все это было слизано американский крэкзлист откуда авито было содрано мы можем туда зайти посмотреть но там именно вот по городам это все расположено то есть должен заходить на отдельные города и смотреть чудом продается или меняется но это понял по авито что это будет хобби и отдых музычные инструменты так но это сейчас будет все в куче надо гитары найти акустические электрогитары две с половиной тысячи электрогитар здесь у нас grassroot сразу мы на такая у плент в гривнах а я еще и в гривнах не знаю курс какой надо посмотреть потому что я сейчас буду теряться так же как и с рублями и у sd тю хривна 40 грим так у плент 17 на 40 как-то поделить ну тогда мы считаем да что 4000 это 100 долларов ну то 18 то есть это примерно 300 долларов grassroots это самый самый бюджетный не распространяющийся на америку то есть местные там по по азии в основном то есть даже не япония вот именно там азиатская вот это вот там китай там и так далее линейка по моему они делаются даже в китае там они совсем совсем себя чувствуют свободно то есть могут делать любые копии на любые гитары ну и вроде как и спи под дурачку вкосит когда там гибсон или кто-то еще пытается на них наехать так тут эти рекламы выскакивает поэтому у меня это самое харли бентон новый сбежка причем смотрите как он уже неправильно сделано ну это то есть под классический переиздат сделанный 61 года но здесь должна быть вот это вот сюда вкладка на которой когда-то было написано less пол там ее нет то есть там не говорит о том что здесь что-то переделано то есть мензура не такая тут как-то она ну совсем не похоже короче на это плюс форма немножко видоизменена то есть это даже не избежать на больше как у вайпер овская и спичная форма ну это харли бентон харли бентон и стоит эта гитара 100 150 долларов где-то так ну харли бентон кстати в америке появляется есть даже убогие каналы и такие которые там ну наверно глибо лень косит под этого чувака тоже такой потлаты тоже орет вечно там что-то в камеру тоже говорит что надо покупать самые дешевые гитары дерево в гитаре не влияет вообще не нашу ну и так и так далее так далее то есть это этого чувака если посчитать по форумам он такой считается короче этот ну немножко фриковаты я его кстати на нами видел сквайр креймер фокус у меня был креймер фокус 6000 точно такой же только с красного цвета он был я кстати он не нравился я даже я его в школу когда школу повышения квалификации ездил военную я его с собой брал но это до этого с восьмидесятых годов потому что видим переключалки еще те вместо одной переключалки ставились 3 на каждый звукосниматель то есть этот мог этот звукосниматель выключить отдельно или подключить этот звукосниматель отдельно выключить подключить то есть могут работать вот этим короче вариации звукоснимателей это 1000 баксов да он получается у нас стоит ну 1000 баксов за креймер я думаю немножко дороговато они где-то 600 были 500 бы ну хотя хрен его знает на фанаты любителя вот эти вот рекламы вскакивающие мне не нравится но как-то нужно сайту оплачивать давайте мы сейчас с дорогого начнем вот так тут даже лучше чем на 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 авито тут можно на доллары переключить валюту и ней и не парить мозги так сказать себе новый харли бентон 80 и и x 84 года но я сразу вам его прокритиковал то есть это не x 84 года это вообще не 84 вот они типа написали 84 типа это закос под хэдфилдовский гибсон 84 года но тут все 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 неправильно с ним то есть есть эта цифра 84 это то до чего можно долбаться то есть вообще не надо сюда написать этот 84 просто у нас написать и x модерн и хрен с вами потому что понятно что вот этот вырез неправильной форма вся здесь неправильное расположение ручек неправильная вот здесь вот на какого хера вы расположили сюда переключалку если она там располагается только тогда когда есть накладка на на вот этом роге да так бы переключалка была здесь и треугольничком таким она бы была с с ручками ну то ладно голова понятно самая ублюдская голова explorer которую только можно вообще придумать и ну это не 80 ну какая но это самое страшного помните у меня был было видео про самые уродливые головы на гитарах вот тогда еще этой гитары не было никогда в жизни я не брал просто потому что они пытаются ее продавать какой-то четвертый год explorer но он не 8 4 вот explorer вообще от слова совсем на и дорожки давайте самых дорогих посмотрим самые дорогие харли бентон но это наверно он оплаченный какой-то реклама ну там бустить можно да лтд снайпайт 1200 ну примерно так они стоят тем более с кофром да нормально короче то есть я я против ничего не имею я находил их по 900 но без кофра кстати делал вам обзор есть матовые есть лоснящиеся это вот лоснящаяся то есть корейские лтд если вы фанат металлики джеймса хэдфилда это я думаю нормальная гитара плюс еще и договорная по 1200 там до 1000 на она можете скорректироваться гитара мастерской гавриленко я слышал про гавриленко топ-топ что-то топ но тут цены не такие потому что тут он идет 7000 5000 давайте посмотрим но это страта ну просто обычный страт с немножко приплотненными инкрустациями кружочками у меня кстати на моем explorer и такая же только ну то есть такие они как калит кольца но закрашенная внутри голова с венером нормально выглядящим то есть пойдет да можно попробовать бы было если бы была возможность просто посмотреть это на звучит как страт 600 долларов тем более это вообще ну то есть нормальная цена тем более если это хорошо сделанный страт и тем более мастеровой то есть там все делось руками и мы это знаем prs scj thinline 6000 кстати такой 1 еще не видел то есть он большой пустой с бигспи это с 335 наверно конкурент не видел я короче ни разу еще такой то он называется с сидей я так понимаю гипсон вас полкастом 6000 но это такая-то на бушном рынке это высоковатая цена но есть и сейчас на реверп зайди и вы больше найдешь бонес демп 20 anniversary подписанный стилом а им получается что у нас прозрачный и такого не видел еще прозрачного но это тим джей крафту и станет джей кастом это джей крафт там примерно что-то там рядом стоящие подписанный ну продам коллекционную очень редкую электродитарную бонесу чем 20 ну там я не знаю на них цены ну ну ничего такого я не вижу сильно шестьдесят четвертый рейшу пять тысяч ну пять тысяч это высокая цена за него то есть у меня у меня шестьдесят первый рейш и тоже кастом шап тоже сосуды этими вот с буклетиком с этим кожаным идет они где-то на был уж там там от трех до четырех то есть с гешки это не с гешки это не лос пола они дешевле чуть-чуть 5000 это цена хорошего r9 r8 перезда даже r9 r0 r8 дешевле будет 73 оригинальный винтажный за 4000 73 большая голова должна быть тут стоят лейс сенсор да это семидесятых машинка еще тут калер такой вот это вот треугольный то есть не треугольные три болта такой вот это семидесятых чисто семидесятых основные были там белые черные в основном белые или натурального цвета сандберстов было мало то есть сандберст это редкий можно так сказать для семи для семидесятых годов большая голова и пуля пуля анкера это 70 год то есть 73 да это все подходит 4000 я думаю нормальная цена причем даже хорошая цена натурально винтажный натуральная ну то есть оригинальные калки это это кстати хорошая цена причем сам берст это редкий для семидесятых годов то даже я бы даже так сказал отличная цена если он весь оригинальный но выглядит весь оригинальный я не знаю лейсы лейса не ставили лейс сенсор и то лейс сенсор или мг подожди если это и мг это это точно не не то если это лейс сенсор это могут быть но хотя точно не помню когда лейс сенсоры не ставили ну для семидесятых это может быть потому что в 70 они там экспериментировали опять же большая голова пуля и трехболтовый думаю нормальная цена фендер кастом шапки ли кастер нам шестнадцатого года мент ну то есть нуля че считай четыре тысячи четыре двести ну там я бы такие когда-то искал за три с половиной за три семьсот это цена такая но это опять же это по америке ямаха пацифика 200 баксов что-то тут цена короче вообще никак не пошла от большой куда тут тут какие-то продвижения видно работают на этом сайте так prs prs это какой-то магазин киев-печерский киев-печерский горью юто вас пол стандарт кто такой горью это но это какой-то и baby metal там я не знаю да не baby metal это какой-то как ее называют вот там вокалайзера эти как их ну 3 700 я думаю это нормальная цена там только для фанатов я конечно не фанат этого всего двадцатого года выпуска для для тех кто прется по кто там такой горе юта наверно думаю нормально то есть допустим как у алекса лайфсона access он бы стоил 7000 до кастом 75 года оригинальный 70 это вот самые дешевые если брать по эрам да то есть 70 60 и 50 70 это подешевле будет 80 понятно еще дешевле ну вешки эти ну ешки еще пока винтажными не считаются 70 уже считаются винтажными как бы акция фендер 79 года да шо ж там их столько много семидесятых кастом shop relics 37 вот это хорошая цена за кастом shop relics то есть нормальная цена фендера кастом shop а кто тут пришел это не сильный релик то есть это вот между где-то journeyman journeyman это совсем-совсем лайтовый релик и для нормальная цена я бы даже если бы вот когда-то в мое время когда я по фендерам кастом shop ampersi я хотел себе их просто мне нравится этот кастом shop это символ я бы себе посмотрел до киев печерский это наверно какой-то магазин там есть алекс вебстер кто кто не знает кто такой алекс вебстер алекс вебстер спектр это кстати да это спектр и они сделаны выгнута не так идет алекс вебстер это каннибал корпус то его подписной на на да алекс вебстер подписной то есть чехия я не знаю кстати здесь спектра но знаешь это не американские на чехии сделаны то есть это может я не знаю кастом shop а вы их не или нет но вот если бы я когда-нибудь себе еще хотел бас такой именно суп я взял купил бас я бы брал алекса вебстера бас почему-то у меня хотя он пятиструнные тоже ничего так сзади и цена я не знаю правда на них цены ну не я ничего такого не вижу кастом shop кизу forest три с половиной тоже нормальная цена для кизу фореста это натуральный форест фореста тоже такой как бы экспериментальный он на любителя ну как томара я играл воды смотрите как сделаны закругленькие такие это кстати это не нравятся они такие они очень мягенькие когда по ним тасуешься нормальная гитара цвет мне не очень нравится да и вообще сама форма мне но это опять же вкусовщина на кастом shop 52 реле 52 это первый год телекастера то есть только вот после того как это дать тогда черная черная накладка то есть когда такой брат кастер и ушли они сделали 59 блонди вот эти он должен весить до херища тут цены нету на 3 400 это отличнейшая цена для него но это тот то есть первый год телекастера цвет все как полагается киркхаммед но это обычная кейс 2 до кейс 2 это если это не болтовка то цена даже сейчас по нынешним временам он нормальная цена по моему не болтовка до цена нормально когда-то я помню это было 2011 12 я купил свою болтовую кейс 2 за 950 долларов а эти продавались где-то за 1700 дешевле 1700 я видел один раз кто-то продавал но она быстро ушла за 1500 то есть вот это сквозная три с половиной это нормально для них цена сейчас потому что там часки за кирка хам это просят все хочешь на скар трофе кастом шоп на скар вот это кастом шаповый тех времен то есть до 12 года до того как они книжечки начали выпускать сертификаты эти три с половиной нормальная цена для этих коллекционных в америке по наверно даже дороже был потому что на скар здесь больше ценится чем в любых других странах поэтому фанат на скара бы где-то его то то есть ну тут кастом шапки на это кастом шапки с где-то не кастом это просто нормальная цена за три три с половиной я думаю что мы за пять в америке могут такие продавать день юэсэй квилд это тоже кастом ты не baby z правильно что здесь расстояние какой-то на baby z похоже но это не мне это не baby z это точно кастом шаповый то есть 3400 нормальная цена на кастом шап ну что без без всяких без всяких этих придирок там и так далее хочу сказать что цены на инструменты на вот эти в украине намного лучше чем в россии то есть по ценам здесь мне нравится я сейчас прошелся по всем и я не нашел ни одной такой ну совсем тупой какой-то цены и все гитары даже там ноут которые там я не знаю мне даже нравится некоторые вот это единственная цена на которую я так но это их можно найти в америке такие цены просто шоу она высоковатая для этой то есть они там три с половиной четыре с половиной это такой у них расход но там уже человек оставил чтобы поторговаться там я я тоже так делаю иногда там оставляя на если гитару я продаются больше чем за 6000 я оставляю 1000 1000 полторы за на торговлю потому что там обычно 10-15 процентов начинает сразу торговать харли бентона харли бентоны гитара sg раритет но это фотографию эту фотографию вообще не надо вставлять было 1 ну я не знаю что это за раритет это что это с чей джей ну если это с чей джей за три 200 то это конечно у него да это с чей джей они 500 стоит то есть он переоценил ее ну тут историю до пытается продавать то есть где-то это гитара звучала то есть на каких-то концертах и пытается но я не знаю историю в каких песнях она это принято с войной там какие-то песни связанные может может быть действительно там что-то и есть у эти гитары мне кстати кто-то недавно присылал типа димон глянь что по ценам типа но это так понимаю да киев дарницкий это какой-то магазин 3 172 за маджести ну когда-то я их и за 1700 за 1800 пытался искать за 2 500 2 700 сейчас их нормально можно найти бэушные это магазинная цена то есть да понятно что магазинная цена там если тогда договориться до 2 500 может быть и нормально да это одинаковые они мать жести просто тут белая белая кстати всегда были дешевле чем другие там ну кроме черных да там магазинка вот такие в дарницкий slash vermilion самый обычный этот slash vermilion это самый анаконда самый-самый базовый лес пол стандарт только что его к слашу но это гибсоновская проблема они к слашу его примотали я бы больше чем за 2000 не брал у него есть там крутые короче с вашевские модели но вот эти вот vermilion это ну не знаю и такое большой фанат с ваша может быть фендер 62 релик кастом шап за 2 900 это нормальная цена то есть это идите берите и не понтуйтесь то есть такую цену вы даже в америке на эту правда штучку надо было бы снять так аккуратненько чтобы следа не осталось потому что да тем более нам нам седьмого года релик да это все это оригинальная оригинальная вся гитара то есть не не фейковый не aliexpress поэтому да кстати нормальная сама а там еще и договориться можно еще один slash slash он же штамп чуть ли не как лицо гибсона когда-то поэтому как начали там выпускать я в классических не шарю поэтому ничего не скажу jackson gs 11 но это самый базовый jackson gs 130 баксов то нормально мексиканский jazz bass 740 примерно да там еще что договорные еще один вермиллен за 2 900 такие в печерске и это я вижу какие там там видно два магазина есть паркер флай выросли в цене когда-то их по 1000 1200 смотрел сейчас даже в америке они три три с половиной стоят то есть смотря в каком состоянии это будет но 2 800 это даже для америке это при как они называются при 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 море fight или при ну короче до того как их переделали то есть это с колесиком колесико это регулирует регулирует машинку напряжение вот этой пластины которая туда вставляется она кстати в нормальном состоянии примерно такого же цвета продавалась music around они за три с сутки думаю это даже нормально в рекенбакерах я не разбираюсь они никогда особо не нравились кроме басов 4001 4003 ешь кастрат плац это он будет идти слой сенсорс 2 800 я ну я не знаю это дороговато конечно для для ешки на них кстати вот такие вот сенсоры они шли такие же как на клэп клэптоне модели там какие-то в те же примерно времена но она видно нуля чая да это видит е4 то есть написано 87 стоит е4 это что они сделали они после четвертом году до херища выпустили этих голов грифов а потом закрылись на какое-то время до восемьдесят седьмого года они там ничего не делали до 86 там потом использовали грифы 84 года но делали гитару же восемьдесят седьмом поэтому если вы видите е84 это не значит это гитару с 4 года там надо смотреть на карман то есть что внутри написано да это вот эти вот спрони спрецелы по моему уже после не вот этот бридж точно известный то есть тем временем он такой считался ультра ультра революционный то есть там ну я не знаю насчет того как он там ультра революционный не помню насчет этих спрецелов по моему это уже после ну 2 800 наверно вот это классические 70 70-х годов 2 700 тоже нормально пойдет они версии класс ну да тут класс у него там вот эти вот маленький переключалка вот здесь стоит на этом класс я их от двух до двух с половиной вижу в основном продают то есть steve b7 примерно так же он продается ну то есть цены здесь нормально я бы я бы в украине гитару смотрел купить чем чем на российском авито на российском авито на вообще непонятно что было унисон не знаю что это такое диннл кастом шап ну диннл это тоже надо искать на любителя 2600 они очень трудно продаются на бушном у меня был кастом шап тоже его продавать это где-то за две с половиной там что с трудом ухо помню меня вот эта гитара была именно это это black label society гитариста не зака второго гитариста его подписная вот это кстати в я и 66 она очень качественная гитара то есть сквозной грифт ну вклеенный я имею ввиду там есть болтовые еще версии с американским флагом и mg вот эта гитара она супер супер мощная то есть вот я тогда еще когда у меня то было я ее тоже брал где-то так по 900 баксов я думаю что это на нас за деньги по деньгам это лучшие гитары которые можно найти конечно плохо и сфотографировал но здесь топ вот это это не винир это действительно топ здесь его не накладка здесь и мг здесь все эти все эти дела он написал палисандра ну по моему там было не не похоже на палисандр на ну галимая гаруч фотографии конечно он сделал я бы получше сделал тэнтонезийский да там у него еще есть и кастом шаповым на вошбурн то есть это три модели шло кастом шапот это и еще подешевле там была одна но мне она нравилась тогда вот очень сильно я не был особым фанатом black label соседина по мне понравилось шоу мастер кастом шап с хамбакером ну на любителя мне кажется за 2 500 кастом шап но за 4 200 продавал но это вот примерно да такая но это цена верхушечка сейчас она дошла до не за этой пушного то есть туда гибсон как он называется да был блубер или как он сомбер продам гибсон это блин эти рекламы которые там появляются они меня задрачивают сейчас я только кликну она видите продвигается вверх за рекламы ну где-то так они по 2 500 и продаются смотря в каком состоянии ты тоже на гитары пришла посмотреть или ты уже голодная рано тебе еще голодной быть неспешно продаю электрогитару ну динки пи си с ну сейчас такие цены кстати на американские то понятно что он не и не спеша продает но то хорошее то вот это вот они с такими были переставлены уже по моему звукоснимателя не с джексоновскими звукоснимателями и шли ну нормально за две с половиной часах миллиарды этих динок которые продают от двух с половиной до трех с половиной поэтому еще один шоу мастер кастом шоу все такое примем quality for the pen ничего не значит стендерта стендерта два с половиной это мы уже видели джексон не и спи гибсон я не понимаю что это значит две пятьсот это рар 3 не это японский какой-то но он не стоит две с половиной если бы это был американец то это была бы отличная цена вот эти рекламы дергающиеся клэптон 23 года киев-печерский киев-дарницкий киев-оболонский вот это и бонез такой самый но точно такой самый продается за полторы тысячи то есть две двести это такая ну их трудно тоже продать вот эти и бонеза 8 70-х годов но это и бонеза 70 и бонеза ниш в семидесятых годах пытались копить коп копировать гибсоны но у них было вот это вот оригинальная она кстати отличная гитара вот эти артисты перламутр то морское ушко бронзовые кал бронзовые колки перламутровые крутилку смысле бронзовый этот порожек вот это вот все у них там вот это все бронзово это сквозной гриф или вклеенный гриф ибо не там она потряска но это нормально для потряска на этой инкрустации так они уже коллекционные там кстати играется он очень мягенько тоже сидел на нем играл но вот они его продают за 1500 до сих пор не продали уже сколько пару месяцев но это не кастом шапну это полностью палисандровая палисандровый гриф то есть это 2 200 она где-то дата этого лимитированная полностью палисандровый гриф то она всегда считать добавляя сразу 500 700 баксов сверху обычной цены access супер спорт 2 200 sp90 давать еще страничку и пойдем сколько мы уже здесь с вами сидим как раз как раз на 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 по такие еще один этот ублюдский 84 харли бентон фендер american deluxe venec 2 200 дороговато для deluxe они от 1500 1800 это так бы я смотрел грин буран это задеть не видел не слышал никогда но видно что какой-то кастом шабля понятия не имею кто они чего и куда и почем везде искали бур 2 200 это отличная цена для тех ну проблема свежее это то что если их никто в руках не держал они не знают что это за гитары но это то на лучшее 2 200 вы потратите если именно хотите гитару как как музыкальный инструмент мне нравится тут форма у них конечно на любителя там форма головы форма деки но играбельность у этих гитар звучание это прям новым сказка короче я до сих пор поглядываю на визе такой мне кстати тоже нравится такого цвета не зелененького скале бурович я всегда буду хвалить нормальная цена за 2 стоит нормальная цена причем даже отличная стендер 60-х ты не 60-х может гриф 60-х но это не 60-х потому что ручки не 60-х они не будут называть ничего 60-м пока них не в них крути оттуда эти катафоты просто гриф может быть тонкий как на 60-х поэтому фендер страта лид своим топ за 200 ну так за 2 200 смысле о вы чак на такие в дарницкий магазин до какой-то уйди лтд 2 200 но это такие уже у них цены от 2 до 1 лтд на уиде от 2 200 до до 5000 сейчас найти лтд за тысячу долларов выйдю это уже нереально вообще-то если найдете то это считать ему повезло вас пол стендер 2 100 2 200 но это такая обычная цена которую ставят на вас пол стендерты до того как начинаешь торговаться джейс 320 за 306 она вот эти вот 3 300 эти джейс джейс серии они как раз вот и идут как по бабкам да то есть если это джейс 11 то это где-то вот в районе 100 баксов если это джейс 22 там 21 они должны быть в районе 200 ну и 300 это в районе 300 это так если сориентироваться фендер страта кастер и все все шоу вам надо знать но это семидесятых если это оригинальный семидесятых то это значит нормальная цена 2 200 до серийник с и 70 то есть это сессии семидесятых по любому цвет семидесятых вот такой то них то самый самый популярный цвет семидесятых этот натуральный да это и си 70 кстати состояние отлично оригинальные колки это подписной кого это подписной и ингви мобстима тожди это отличная цена тогда будет для ингви мобстима подписного они колян ли это не похож на колена у колена не было пули но нахрена нам кейс кейса непонятно да это то ингви мобстима да вот видно что тут что-то он вообще никак не это самое не прорекламировал его саня саня распиши вот это все надо в заглавлю вставить и и зубчатый гриф ты его с коллапированием назови ну это да это подписная ингви за 200 это бомбическая цена для подписного ингви тем более нормального белого там есть синенькие не дороже раздешевле смысле будут но тут надо 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 проглядываться то есть надо не похож на колена то есть это вот у колена не не такой полакированный такой же колена был совсем другой то есть шире ну да ну я бы по приглядывался то есть прийти посмотреть по это самое пощупать чтобы на колена не наткнуться те из вас кто не знает кто такой колян пойдите наберите в поиске на моих видео колян через букву а посмотрите там целые плейлисты по этому поводу сл сл 1 ти за 2000 это нормальнейшая цена сейчас по нынешним по нынешним джексоновским ценам сл 1 то солоист с одним хамбакером те это трону то есть струны идут через деку сквозь деку они кстати люди людьми многими очень даже ценятся даже больше ценятся чем флойдовский все две фотографии нормальная цена на сл 1 ти тем более не пока цены как я вижу даже даже отличная цена фенд джим рут ну да один тоже дороговато это нуля чего по моему цена была сл 2h 2000 это это уже отличная цена на джексона то есть если вы хотите купить себе хороший джексон отличный джексон покупайте их украине время с диабло не такая когда-то была но это кастом шапан идет с такой книжечкой у них них есть кастом шапа есть у них азиатская версия сзади должно написано быть мы и джерман и они не показали специально их фишка приболчивания крифов увидите здесь даже интереснее я сначала думал что у меня писали посмотри на у excel у lx типа как по прикалываемся но мне нравится вообще я не нашел ни одной тупой цены вот ни одной тупой гитары или по тупому как-то предложенной тут есть чуть-чуть на 1 под завышенную как не не вообще там нет не додолбешься на ревербе есть и хуже завышенные цены classic 1800 вас пол часа не по таким ценам продаются там новые куста соники примерно по таким дюсенберг старплеер нормальная цена и на дюсенберг не мою конечно этому не больше как на ракобили она какой-то тянет профессионал дал dark knight но это они так примерно новые продавательством 1900 не знаю что такое степанович компания ну вот посмотрели мы по excel сразу могу сказать что в excel мне понравился я без без предвзятости хотя ну меня должна быть предвзятость но авито это по сравнению с по сравнению свою свою лексом говно полная мы мы еще на крекс лист американский можем посмотреть но цены цены мне понравились причем вот я я если бы сейчас хотел себе какую-нибудь гитару купить там было несколько таких вариантов на которые бы я даже очень сильно под задумывался тем более практически все там можно стартоваться то есть это если бы я хотел купить гитару я бы смотрел ее в украине так сказать а в россии там какие-то совсем дурные какие-то там ну видно что там какую-то поломанную гитару за миллион продавали ну такое короче вот даже здесь видите даже здесь видно что украина не россия до следующего видео